Слава Украине! Приветствую от Полонского! Доброе утро! К российским новостям, которые... И не новости вроде как, но не важно. Короче говоря, у них там предстоят выборы, новые выборы Гитлера. Гитлер у них с власти с 2000 года, когда Ельцин устал и стал уходить, пришел к власти Гитлер. Ну или Гитлера подобное. Которое сейчас то ли оно само, то ли оно чередуется с двойниками и тройниками, не столь важно. Официально это все равно их не Гитлер. И вот у них очередные перевыборы Гитлера. Так вот, они говорят, что из тюрьмы, мол, Навальный, ну вы знаете все, да, такой товарищ есть там у них тоже, призвал голосовать за кого угодно, кроме Гитлера. Ну, в таком случае остаются там варианты проголосовать за Геббельса, Геринга, Бормана, Гесса, Кейтеля и так далее. Ну, россияне, стоит ли участвовать, вот я сейчас для россиян, ну включайте мозг. Ну, во-первых, никто из вас не знает, Навальный ли это говорил, и где он находится, и жив ли он, и, ну, смешно даже говорить, да. Вот. Вот. Это, эти выборы, это, это фикция, и участвовать в них никакого смысла, конечно же, нет. Если человек, у которого есть мозг и малейшее, ну, малейшее самолюбие, в этом фарсе, в этом кошмаре, конечно же, участвовать не будет. Потому что выборы без выбора, это не выборы. Выборы, на которых все понятно заранее до выборов, вот когда избирали, вот такая же страна, как ваша Россия, это в свое время Гаити, Гаити, да, вот там то же самое было у вас. Или папа док, или бэби док, чтоб ты там это самое, если ты будешь сильно вякнуть, тебе еще и голову отрезали бы. Ну, такие, на Гаити времена были, да. Вот. По-другому никак. И у вас на России сегодня такая, знаете, дремучая, квасная помесь, значит, Гаити, времен папы док, бэби док и фашистской Германии. То есть у вас смесь такая, гремучая, да, этого всего дела. Какой смысл ходить на выборы, на которых есть один кандидат, ну вот, нет, только не надо мне про всех остальных. Вы прекрасно понимаете, кто и как даже есть, вот представьте себе картину, что у вас люди пошли и проголосовали не за Гитлера, да, а за кого-нибудь другого. Вы что думаете, там посчитают как-то по-другому? Все равно он выиграет с результатом там 88,5%, да. Даже если 90% проголосуют против. Посмотрите, как было вот в Беларуси, в оккупированной вами Беларуси, да. Народ проголосовал за эту, за Тихановскую, причем там с большинством чуть ли не в два раза. А это чмо, этот бульбофюрер, за которого 10 или 20% проголосовали, объявил себя победителем с результатом 80%. Какой смысл было участвовать в тех выборах? Не, ну тогда еще была, тогда действительно, тогда была надежда, что будут действительно считать. Тогда в Беларуси, когда вот этот бульбофюрер сам себя назначил, да. Тогда была надежда, что будут считать и, может быть, там Тихановская станет президентом переходного периода. И потом передать власть нормальному человеку, а не этому дегенерату, который там у них сегодня находится у власти. Вот. Ну а он сам себя объявил победителем. Да и все, сказал, пошли все к черту. Смотрите, у меня усы, я замечательный. У меня есть Коля и собака и автомат. И пошли все нахрен, я красивый. Ну, как президент Эфиопии, говорю, нет, не Эфиопии. Эритреи, Эритреи. Вот видите, пример у вас все один в один. Эритреи, Гаити, бульбофюрер. Вот, то есть, Эритрея тоже там сказала, я красивый, я хороший, посмотрите, я вот замечательный. Все, выборы отменяем, ну их нафиг. Видя же красивые, зачем вам кто-то другой? Ну, если не ваш Гитлер, так кто же? Если не Путин, так кто же? Да? Вот и все, собственно говоря. Поэтому, конечно же, участвовать ни в каких выборах, где никто этих голосов считать никогда в жизни не будет. Где все равно все подбахлюет. Точнее, уже нарисовали результаты, а вы как, понимаете, результаты уже нарисованы. Уже. Еще полгода у вас там до выборов или сколько? Да они уже известны заранее. Ну так, а смысл ходить и поддерживать своим количеством вот этот маразм. Единственное, что может повредить, ну не сильно, но повредит, конечно, вашему этому бункерному Гитлеру, это пустые избирательные участки. Потому что вот это будет очень некрасиво, да, когда никого... И все равно нарисуют. Все равно они звонят, они что сделают, они возьмут курсантов переоденут гражданское, бомжей приведут. Где-нибудь снимут, что там будет много народу, типа вот тут тырлуются. Видите, вот пришли голосовать, не могут попасть на участок из-за того, что все хотят голосовать. И скажут, что было вот так вот везде, на всех участках. Но множество участков они показать не смогут, просто потому что на всех остальных будет пустых курсантов, солдат переодетых и бомжей, которых можно собрать в ближайшей пивнухе. Ну не хватит на это все дела. Поэтому мое мнение следующее. Не ходите на эти выборы. Это вообще не выборы. Это не выборы. У вас Гитлер, у вас фашизм. У вас выборов нет. Сначала разберитесь с Гитлером, а потом проводите выборы.